Обратим внимание, впереди проспект Наставников. Займите, пожалуйста, левое положение. Левое? Да, включите левый сигнал поворота. Выключаем поворотник, потому что есть разрыв перед проспектом Наставников. Мы решили повернуть налево. Я говорил о том, что более безопасно разъезжаться левыми сторонами. Мы остаемся у себя в попутном направлении. И долго едем у себя... Здесь левыми? Да, едем у себя дома. То есть едем прямо, подъезжаем в ряд к автобусу и терпеливо ждем, когда проедут. Если мы будем находиться впереди, вместо автобуса, то заднюю часть автомобиля подведете к последней рельсе. Там остановитесь и будете пропускать встречные автомобили. А люди как обычно делают? Водители. Водители. Как мы рассказываем. Мы по-другому не должны рассказать, потому что вам сдавать на права и фальшивить могут только медные трубы. А мы не имеем права. Поэтому я все сказал как надо. Если что-то непонятно, спрашивайте и переповторим. Повторим. Итак, включаем левый поворотник. До шкодного перехода далеко, тем более из попутного нет автомобилей. В этот раз можем перестроиться заранее. Только не перестраивайтесь, когда уже удлиненная разметка. Потому что это предупреждение о том, что нельзя. Есть ли какие-то вопросы? Нет. Левый поворот выполним. Что мы, собственно, еще не делали. Итак, обратим внимание. Знак особых предписаний. Налево можно? Да. Стрелочки, что говорят? То же самое. Сколько нас собралось? Много. Гореть будет долго дополнительная секция. Но мы на хвосте всех автомобилей. На хвосте. Это, конечно, выражение не очень хорошее. Какое-то оно зоологическое. В конце потока. В конце потока. Итак, наша задача с вами что сделать? Выполнить левый поворот. Скажите мне, пожалуйста, при маневре будут ли ехать встречные автомобили? Нет. Нет. Но доверяй, но проверяй. В жизни бывает всякое. Да. Знаете почему? Потому что об адаптивном управлении, когда сделали вот этот проспект, никто не по радио, я во всяком случае не слышал и не видел, никто не говорит. И не говорил. Это не очень правильно. Итак, много машин, долго горит. Утром приедете, будете мало гореть. Итак, движемся. С правой стороны покажите. Стоят все автомобили. С левой стороны при проезде долго еще не будет гореть. Для пешеходов светофора. Ну, очень много, да, их накопилось. Вот это и есть безопасный принцип, чтобы не выезжать на перекресток и не творить чудеса. Ну и в конце нашего урока автовладения, не отключайте, пожалуйста, рассмотрим новейшую тему. Приходите к нам, потому что темы каждую неделю меняются. Итак, смотрим. Перед пешеходным переходом. Скоростной режим. Сколько километров в час? Пока нет. А, вот 40 километров. 40 километров. 70 метров. Чем отменяется? Знаком вот ниже 70 метров. Табличкой дополнительной. Чем еще может отменяться знак? Перекрестком. Перекрестком. Еще чем? Третье. Другим знаком. Конец ограничения скорости. То есть три вида отменить. Пока понятно? Да. И мы должны внимательно смотреть. Если не отменился, едем 40 до перекрестка. Так там 70 написано. Я не договорил. Вы спешите. Вы, наверное, хотите уже закончить. Третье. Если табличка говорит 70 метров, то за 70 метров набираем скорость и едем 60. Пока все понятно? Да, да, да. И последний вопрос теперь вам. Вы блогер? Да. Как вы, уже пройдя с нами дополнительные уроки автовождения, ответите на следующий вопрос. Если знак запрещающей группы, например, 40, 60, 80 и так далее, с какой скоростью можно ехать при запрещающем знаке в условиях, если нам в России разрешили увеличивать на двадцатку, в районе двадцатки? Пятьдесят девять и девять. А вас ничем не удивляет, что это знак запрещающей группы. Вы закон такой видели, что на запрещающие знаки разрешают ехать на девятнадцать больше? Это только на штрафы действует. Покажите мне этот закон, что на штрафы действует. Вы видели этот закон, что отменили запрещающие знаки? То есть получается так. Воровать можно, если поставили запятую. Не воруй. Или что? Смешно, правда? Поэтому я тоже так думаю. На этом мы и закончим сегодня. Пишите, отвечайте. Еще раз, телефон можно? Работать. Девять шесть девять семьдесят семь семьдесят шесть. Компания автонокад.ру Ребята, обращайтесь. Отличный инструктор в Санкт-Петербурге меня выучил. И дай бог я получу свои права завтра. И если по...